Самое главное, чтобы между слоями, между кусочками, когда их выкладываешь, не оставалось просвета, чтобы не проглядывал прошлый слой. При помощи рук, горячей воды и шерсти здесь создают настоящее волшебство. Юная рукодельница Дарья Батурина говорит, практика показала вещи, сваленные вручную, прочные, тёплые, удобные, ещё и красивые. А сам процесс завораживает. Это вообще очень здорово, когда люди собираются каким-то коллективом, что-то вместе делают, что-то вкладывают в эту работу. Вот можно и поразговаривать во время валяния. Потому что так, когда по одному валяешься, сложно. Скучно, достаточное занятие. Свалять можно практически что угодно. Домашние тапочки, игрушки, шляпы. Особой популярностью у местных мамочек сейчас пользуются пелёнки для малышей. Однако на то, чтобы её свалять, уходит часа три. При условии, если её изготавливают коллективно. В процессе размер изделия уменьшается в несколько раз. Мастерицы признаются, когда берутся за работу, сами не знают, что получится в итоге. Результаты часто удивляют. Это вообще называется пелёнка-клеёнка. То есть она, в принципе, за место клеёнки её можно использовать. Ну, конечно, или вы стелите клеёнку, сверху пелёночку, как ребёнку спица. Либо это шерсть натуральная. И также сверху пелёночку. Сейчас валянием из шерсти занимаются около трёх десятков сельских женщин. Настоящее сообщество увлечённых. Совсем недавно начали изготавливать шапки. В головных уборах пробуют комбинируют шерсть с тканями и нитями различных текстур. Мы попробовали сделать... Она большая, выкройка большая. И можно моделировать ещё. Очень интересные шапки делать. То есть одна выкройка, а шапок может быть вариаций очень много. Ученицу валяльщиц предостаточно. Процесс затягивает сельским девчонкам. Хочется многому научиться. Сами же мастерицы к предстоящему лету намерены свалять сумочки и шляпки для местных деревенских модниц. А на День села устроить показ оригинальных элементов гардероба. Из натуральных, экологически чистых материалов. И принять участие в выставке мастеров Красноярского края. Ольга Максюшина, Станислав Берки. Новости.